Поверить в свои силы, пройти внутренний отбор в отделении или на заводе и стать победителем городского этапа конкурса профессионального мастерства «Золотые руки». Кому-то это кажется невозможным, но не Роману Белухину. Молодой человек принимает участие в соревнованиях с 2012 года и уже не раз попадал в число лучших. И если для одних самым сложным этапом конкурса становится само выполнение задания, другим трудности создают собственные эмоции. Для меня волнение. А вот начнешь работать, уже как бы оно проходит. Так получилось и в этот раз. Роман справился с волнением и в очередной раз стал победителем среди токарей. Василий Дмитриевич Келлин тоже несколько раз принимал участие в «Золотых руках». В свое время готовил оборудование для проведения соревнований, разрабатывал задания для участников, был членом жюри. И сегодня по праву может считаться ветераном конкурса. У Василия Дмитриевича даже есть мечта, связанная с «Золотыми руками». Я знаю, что из участников этих конкурсов получаются передовики производства, получаются орденоносцы. Я знал многих людей, которые носили звание героя социалистического труда. И у меня есть мечта дожить и увидеть, что среди победителей конкурса «Золотые руки» появятся новые герои труда Российской Федерации. Среди тех, кто поднимался на сцену для награждения, оказались не только победители и призеры, но и эксперты, которые оценивали мастерство участников. Членам жюри вручили благодарственные письма. Конкуренция была достаточно жестокая, жесткая. Даже до сегодняшнего дня были там среди конкурсантов вопросы, почему не я, почему кто-то другой. И сегодня еще до обеда мы, по крайней мере, заседали на жюри. «Золотые руки» проходят уже 60 лет. Каждый год число конкурсантов только растет. В этот раз в соревнованиях приняли участие около 200 человек из подразделений ядерного центра и Саровского политехнического техникума. Мария Ирунечко, Сантья Настровский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.